добрый день дорогие друзья я приветствую вас сегодня я бы хотел поговорить о ретаргете те кто не знает это перенос анимации с одного персонажа на другого то есть на те же кости это будет полезно если у вас есть к примеру анимация на один скелет а вот на другой вы не смогли найти да таким образом можно выкрутиться собственно почему я записываю это видео потому что в русскоязычном сегменте ютуба я не нашел видео подобного рода нашел всего одно но в этом видео во первых не рассказывали почему вот почему ты делаешь именно так просто нужно сделать это вот так вот так вот так и это работает так не знаю так не пойдет а во вторых опять же из-за того что нам просто показали что вот так вот так вот так и это работает а я сделал вот так вот так вот так а это у меня не сработало да то есть у меня появился такой ужасный рваный такой не знаю знаете как это называется это называется плохая развесовка и нужно такое развесовка представьте у вас есть персонаж да просто скелет вы берете модель и начинаете делать развесовку то бишь привязку то есть представьте у вас есть кость бедра да и на ней модель человека теперь вот в середине бедра естественно когда вы ходите но ничего не происходит бедро как бедро но если вы спуститесь ниже к вашей к вашему колену то модель в этом месте изгибается вы же понимаете да модель если вот это и называется веса то есть веса в середине бедра больше а колено меньше если мы возьмем и сделаем к примеру и на в колене и на бедре веса одинаковые большие то в колене просто мышь не будет изгибаться то есть это называется развесовка и в моем случае получилось так что мой мэш ее просто разорвало разорвал и где-то руки от там назад если у вас ну торчали в другую сторону если у вас такая проблема то это видео для вас да кстати можете заранее подписаться посмотреть что у меня там на канале у меня много интересного и так продолжим мой персонаж выглядит вот таком вот образом мне нужно на этот персонаж вот на этот скелет прошу прощения вот на этот скелет перекинуть анимацию я подготовил анимацию я ее специально в отдельную папку да переложил скопировал вот так она выглядит то есть мне нужно это ведь другой скелет вы же понимаете это скелет стоковый а мой скелет то есть это абсолютно другой мне необходимо значит с этого перекинуть на этот как мы делаем для начала нам необходимо нашему персонажу то есть его скелету до сделать риг мы создали риг для объединения то есть после того как мы нажимаем ok наша программа понимает так эту штуку нужно объединить каким образом это работает смотрите вот наш персонаж выберите риг я выбираю вот теперь наши кости доступны для ретаргетинга если у вас нет такой вы можете выбрать вот здесь то есть если нет такой вкладки либо вот ретаргет менеджер переходите сюда включаете и собственно говоря порядок вот наши эти так выглядит наши кости да и мы можем вот так вот там left hand там или right for arm вот это она здесь значит с этим мы здесь пока закончили но я не советую закрывать эту вкладку потому что в дальнейшем нам придется сверяться по костям нашим персонажем с стоковым то есть стоковый персонаж точнее его скелета ему мэрдж делать не нужно выберите объединит риг с которым мы должны объединить понятно да new character это наш мы должны объединить с этим кости для того чтобы ведь всем анимация это привязывается костям к развесовки вы же понимаете я вам объяснил то есть мы выбираем то куда надо перекинуть эту анимацию и теперь смотрите какая оказия из-за того что у меня костей больше вот об этом девочка не говорила то если у меня костей больше либо у меня есть к примеру вот у этого персонажа есть пять пальцев а у этого только четыре что теперь делать как то есть в этот момент нужно выкручиваться да и как выкручиваться я вам сейчас покажу вы можете еще сделать auto mapping сразу вам хочу сказать что тут все перепутано то есть если вы сейчас попробуйте объединить анимацию то у вас получится просто ужас вы делаете вот так вы берете своего характера вот здесь где-нибудь да вот так и берете этого вот он красавец теперь как вы можете догадаться hips это наши кости и нам нужно сопоставить с нашими костями нашего персонажа кости вот этого third person character как это делается да проще просто вы просто проверяете hips hips какая-то hips это самое главное кажется она называется pelvis здесь проверяете таким образом вот pelvis та кость так вот соответственно мы ее суда и устанавливаем таким же образом спайн тупо спина до спайн обратите внимание рик не прошел ровно потому что у нас разные названия наших костей и поэтому он просто-напросто не нашел соответствия вот и все если бы ваши кости назывались одинаково он бы сам их переселил бы просто и все опять же видите здесь спайн просто спайн вот это наша а у этого она идет спайн 01 спай 02 да поэтому вам придется брать и все соответственно льву так вот вручную спайн 03 опять же neck neck и ну и здесь neck понятно head 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 top end это к примеру у меня есть специальный этот сокет куда я одеваю одежду у меня к примеру опять же ну на этом скелете такого сокета нету и поэтому я что делаю я просто беру тот же самый head да и устанавливать таким же образом если у вас попадется что у вашего персонажа 5 костей а у этого всего три то вы можете к примеру две последние два последних пальца или один последний палец привязать предвиду предыдущим точнее если у вас большой палец указательный и средний рабочие видно что они примеру сжимаются да на них есть кости она безымянным и мизинцы нету то вы безымянный и мизинец к среднему пальцу просто но это логично захотите хотите указательному какому хотите давайте я сейчас быстро вот эти вот все штуки проставлю и мы с вами встретимся после магической склейки короче говоря я настроил и тут опять же хочу вам показать то что у моего персонажа смотрите четыре фаланги раз два три четыре ну то есть вот так вот что собственно здесь показано а у этого персонажа если мы возьмем но вот ринг раз два три всего три фаланги как я выкрутился вот к примеру там это большой палец у него вот видите раз два три 4 4 фаланги я значит первые три поставил куда надо и четвертую тут на последнюю да то есть она будет двигаться ровно также не знаю как это будет вроде бы нареканий пока не было теперь давайте перейдем к ретаргингу и к его скажем так проблемах которого нам создать смотрите делаем так правой кнопкой мышки дальше выбираем ретаргет дубликейт и тут видите постольку поскольку мы сделали риг мы его совместили здесь он нас показывается мы можем конечно отключить вот так но благодаря тому что точнее эти скелеты и либо вот этот скелет не понимают эти скелеты где какая кость либо наоборот да поэтому у нас ничего не получится а так таким образом мы уже его настроили мы просто его выбираем здесь значит можете написать то что будет в если вы к примеру в одну и ту же папку сохраняете если вы нажмете напишите к примеру один то имя в вашей анимации в этой папке к этому имени прибавится плюс один могу показать смотрите внизу видите один релот пистол а вот наши оригинальные то есть давайте зайдем и сейчас немедленно ужаснемся смотрите что у нас происходит смотрите это нам говорит о том что так во первых я неправильно видимо я видимо я кость ноги к руке прикрепил да то есть такая анимация никуда не годится и опять же посмотрите руки что происходит с руками это тоже неприемлемо посмотрите на вот этот тазобедренный сустав все это мы сейчас будем править я вам сейчас даже расскажу почему так произошло видите ли у нашего персонажа первонаперво разные постановки типозы видите получается таким образом что кости у этого персонажа находится здесь а у этого здесь таким образом у них анимация как бы съезжает да и поэтому то есть у него вот такая раскорячка сейчас быстро поправлю вот эту анимацию с ногой вот поэтому смотрите что нужно сделать ну можете использовать правое окно как референс вот таким образом для того чтобы видеть что здесь происходит на самом деле все просто мы просто выбираем необходимую нам кость к примеру вот эту да и нам необходимо теперь просто напросто сделать вот такое движение вот учтите то что руки нашего персонажа и в принципе анимация у нас вот таким образом бывает то есть когда у нас персонаж стоит он стоит как то вот так вот у него руки назад будто он не знает первый день пришел в качалку да и ходит потом так опять же как я сказал поднимаем вот таким образом не забываем вот здесь тоже распрямлять и не иначе чудо не произойдет все будет кривое распрямляем и смотрите рука видите она немножко повернута также и поворачиваем вот таким образом но эту и соответственно поворачиваем как надо то же самое проделываем и с этой рукой ну то есть вот таким вот образом и как вы могли наверное запомнить да в прошлой анимации у нас ноги куда-то съехали внутрь тут тоже сейчас будет прикол смотрите как бы если ноги съехали не то что внутрь а в разные стороны то есть они выглядели вот так и вот так соответственно что нам нужно сделать да нам нужно вниз это все и вместе но из-за того что опять же скелеты разные то нас такого не получится то есть если я не знаю как то объяснить то есть если вы сделаете вот таким образом да это все будет работать смотрите еще там ноги были кривые с ногами та же самая история то есть нам скорее всего наверно нужно будет менять а но это все скорее всего потому что у него ноги как вы можете увидеть в развал очку да мы сделаем ему то так ноги вот и теперь давайте попробуем смерть же для этого нам нужно запомнить эту позу вот вы заходите сюда и делать use current post теперь вот эта поза сохранена то есть при ретаргетинге смотрите видите он сохранил такую позу мы опять же выбираем здесь можете префикс 2 для того чтобы просто-напросто не запутаться и для того чтобы в после когда вы будете сохранять в папку в которой уже есть такое название он его не заменил то и нажимаем ретаргет смотрите теперь что у нас получается ноги на месте здесь как еще вниз надо будет спустить вот но руки руки видите чуть-чуть чуть-чуть ее под корректировать вот корректируется это опять же положением рук вот скорее всего это из-за того что скорее всего это вот вот из-за этого то есть это тоже должно быть ровно давайте просто проверим но во всяком случае я думаю что механизм работы да тут тоже посмотрим как там ноги ноги нужно немножко наверно вниз и наверное немножко а еще вниз давайте их еще вниз спустим то есть я думаю механизм как это все работает вы поняли и я надеюсь что вы поняли и ухватили суть принципе как это делается потому что это делается довольно легко естественно если у вас был скелет одинакового размера с одинаковым количеством костей у вас бы в принципе не было такой проблемы вам бы не нужно было так заморачиваться вы просто бы нажали баре таргет и все но поскольку не все бывает как по маслу приходится приходить к вот таким вот уловкам давайте попробуем еще раз сделать ретаргет уже в третий раз и что же он показывает на этот раз на этот раз ноги кажется а стало еще хуже по моему до руки 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 чуть-чуть чуть чуть-чуть руки уже вы можете наверно подкорректировать подкорректировать именно вот таким образом то есть взять и тут крутить и туда-сюда переставлять что касается ног опять же я думаю вы помните что мы их сделали в развалку они у нас сошлись понятно да то есть если мы чуть-чуть вот внутрь сделаем тогда они у нас разойдутся и скорее всего так примут такой вид какой необходимо то есть на этом у меня все ребята я надеюсь я вам помог потому что но я искал и и до этого я искал и я находил как чувак вот это вот показывал я сначала но он это делал в мае я короче да в мае это дело зарубежная один чувак сделал так у себя в 3d max и он взял уже готовую настройку потом поставил да вот этот вот стоковый скелет поправил его и сохранил настройку и при последующей последующем импорте анимации она живет базируется на скелете он просто банки и подстраивал автоматически таким образом скелет под эту анимацию вот а тот чувак который на англоязычном он тоже вот так вот настраивал только вручную и и поэтому все так произошло я надеюсь я вам был полезен ну я напомню мы растем потихоньку полегоньку все то что я обещал следующим я наверно сделаю лицевую анимацию через два дня дня два наверно завтра начну и сделаю лицевую анимацию вот буду делать если вы ждете все будет если вы новенький подписывайся на канал у нас тут весело бывает знаете ли вот а если ты старый матерый уже который смотрит то ставь лайк поддерживай меня давай давайте чтобы нас было больше вместе будет веселее но и если у вас возникли какие-то вопросы конечно же пишите мне не стесняйтесь добавляйте свк подписывайтесь группу вы там можете прям в предложку закидывать я всегда все читаю вот пока есть возможность я всем отвечаю на это у меня все спасибо за внимание опять же буду благодарен за лайк за подписку и на это у меня все всем удачи всем пока ребята